Узнать чашку кофе по аромату, нарисовать картину на холсте молочной пенкой и, конечно же, приготовить самые разные версии напитка. Такими навыками должен обладать настоящий Бориста Года. Именно за это звание боролись на отборочном чемпионате в Ставропольском молодежном пространстве «Лофт». В этом году на турнире СКФО и ЮФО подали больше 50 заявок. В итоге 22 претендента смогли показать себя в конкурсе. Задачу Бориста входило приготовить две чашки эспрессо, две с молочным напитком и еще две с альтернативным напитком. Суть чемпионата заключается в том, что мы должны максимально профессионально рассказать о том, какой рецепт мы выбрали под кофе, который мы получаем от организатора, почему мы его подобрали и что этот рецепт нам дает во вкусе. А также наша задача создать наиболее вкусную чашку, сбалансированную, чистую и читаемую. Вот это наша задача. Все это нужно сделать за 15 минут. На чемпионате работали несколько площадок. Участники основного конкурса здесь готовили несколько видов напитка. Те, кто хотел проявить себя в других номинациях, рисовали с помощью вспененного молока. А еще на скорость угадывали чашку кофе по ее аромату и вкусу. По факту это практически три чемпионата в одном. То есть это и вкус, и красота рисунка, и еще и альтернативный напиток. Здесь участникам дается всем одинаковое оборудование, одинаковый кофе, одинаковая вода, молоко и все в этом духе. То есть одинаковые чашки. И, соответственно, здесь как раз и проявляется мастерство, что в одинаковых условиях ты должен выделиться, рассказать о себе, выделиться каким-то вкусом из того, что тебе дают. К слову, судьи оценивали не только эстетичность и вкус, но и способ приготовления напитка. А чтобы сообщество бариста получило еще больше опыта, во время чемпионата в лофте прошли мастер-классы. На них бариста смогли узнать больше о безалкогольной миксологии, сенсорном анализе кофе и научиться нестандартному восприятию вкуса. Также у нас есть зона мастер-классов, где можно пообщаться с чемпионами России, получить колоссальный опыт из первых уст, как они представляли нас на мире. То есть можно поучиться у них, поговорить с ними, попробовать тот кофе, который они готовят. И, в общем, я думаю, что это интересно. В течение дня они проходят в отдельном зоне лекции. В этот раз бариста года СКФО и ЮФО признали Артура Щербакова из Нальчика. Вторым стал представитель Краснодара Роман Критцин. Третье место занял ставропольский бариста Ислам Байрамуков. Он, кстати, также победил в номинации «Captation Battle». Теперь лучшие баристы представят регион в Москве. Светлана Кухтина, Полина Зуб, Арсений Саркисов, АТВ Ставрополь.